Всем привет, мои хорошие! У меня просто обалденное настроение. И сегодня я снимаю для вас видео с вот таким вот тортиком, который называется сугробы. Рецепт будет внизу, он очень вкусный. Мы уже пару кусочков здесь схомячили. И один из этих кусочков буду кушать вместе с вами. Рецепт внизу. Обязательно готовьте. Я уверена, что вам понравится. И давайте приступим. Если честно, этот торт очень напоминает Рафаэлла. Потому что здесь кокосовая стружка. Он просто идеален. Гляньте, как снег. Решила вот так вот украсить гирляндой. Создать какую-то новогоднюю атмосферу. Сколько не ходила, не смогла найти елку. Я хочу искусственную. Потому что натуральные у нас не продаются. Да и зачем. Для одного месяца просто так срезать елку. А потом выбрасывать и сжигать. По мне это так себе. Лучше один раз прикупить хорошую елку, хорошие игрушки. Обязательно буду снимать для вас влог. Я хочу купить игрушки. Все, чтобы сочетались между собой. Или возможно даже были одного цвета. Я хочу сразу взять побольше. Мама уговаривает, что нет. А потом куда это девать. Буду снимать, показывать вам, как я все это покупаю. Мне кажется, с этим тортиком идеально будет киви или мандарин. Очень напоминает Рафаэлло. Если вы любите Рафаэлло, обязательно переходите и готовьте. Многие начали писать в комментариях о том, что Айка начала меньше снимать видео. Не могу с вами не согласиться. Вчера было всего одно видео. Хотя обычно я снимаю три. Да и вообще меньше стала снимать. Все это связано с тем, что я большой упор сейчас даю именно на кулинарный канал. Мы много снимаем. Хотя, знаете, там просмотры... Мягко говоря, не очень. Даже 10 тысяч не набирают некоторые рецепты. Но все равно у мамы есть вот такая охота снимать. И за сегодняшний, только за сегодняшний день мы выложили три рецепта. Все это монтирую я, составляю тексты. И честно, одно кулинарное видео мне обходится где-то три часа. То есть времени уходит очень много. Поэтому страдает мой канал. Ну просто Айкук либо надо бросать, либо надо снимать. Поэтому ему тоже нужно уделять время. Снимать просто, когда тебе вздумается, это неправильно. В ютубе ты должен снимать постоянно. Вот в тиктоке, мне кажется, намного проще в этом плане. Я не снимала во время войны. Ни одного ролика не было. А потом закинула видео, и оно набрало полмиллиона. В ютубе такое не бывает. Ты должен постоянно снимать. В ютубе, в ютубе, в ютубе, в ютубе. Поэтому сейчас до Нового года, все силы, все внимание, я постараюсь уделить Айкуку. Мне тут написали. Написали очень приятную вещь. Посмотрите. Гляньте, что мне написали. Не знаю, вам видно или нет. Мне написали love you. Как приятно, как. Еще брательник написал. Ок, молодец, все правильно. Вот когда я читаю сообщения от своего брата, я их просто читаю вслух вот так вот. Молодец, овца, умница. Ну, к примеру. То есть я не могу своей интонации прочитать. Хотя многие говорят, что мы разговариваем, манеры вот при разговоре. Но с братом одинаковые. Хотя я считаю, что это абсолютно не так. То есть мне кажется, что ничего общего у нас с братом нет. Мне кажется, я больше похожа на папу, а он похож на маму. Хотя в инстаграм выложил своего отца, все сказали, что нет. Не похоже, но я вижу, что мы похожи. Еще. Ребята, я комментарии все ваши читаю. Особенно те, которые очень залайканы. Под прошлым видео девчонки спрашивали, кто мне Даша. Так как она христианка. Она русская. Она половину русская. А я ее называю своей родственницей. И в то же время я говорила о том, что мои родственники все лесгины. Родственница это не обязательно по крови. Она жена моего родственника. Я ее поддерживаю в ее начинаниях и не вижу здесь ничего плохого. Мне кажется, это нормально, когда родственники друг друга поддерживают. Да не только родственники. Знаете, я, например, по национальности лесгинка. И на меня подписано очень много лесгинов. И они очень сильно меня поддерживают, например. То есть поддерживать своих это неплохо. Если это лесгин или лесгинка, то обязательно отпишись. Мне реально приятно узнать сколько. То есть мы с Дашей, мы не родственники по крови. Но в то же время мы считаемся родственниками. Почему нет? Она очень хороший человек. Очень милая девушка. Вот и просто абсолютно искренне я советую вам ее. Хотя она даже меня не просит об этом. Она наоборот говорит мне уже как-то неудобно. Ты уже столько раз про меня говорила в видео. Я вам опять ссылочку оставлю. Ну, мне просто хочется помочь. Завтра мы будем снимать видео с Аишей. Она моя однокурсница. Не одногруппница, а именно однокурсница. И с первого дня моего YouTube канала она меня смотрит и поддерживает. Настолько добрый человек. Когда все так подстебывали, так скажем. Она поддерживала. И знаете, видно, что человек смотрит каждый мой мукбанк. Она просто после каждого, например, моего вопроса в видео, что вы знаете, где можно купить спаржу? Она мне сразу в Instagram пишет. Вот ресторан, вот ресторан. Айка, здесь можно купить спаржу. И я чувствую, что человек реально смотрит мои видео. Поэтому я с ней хочу снять видео. Вот в скором времени вы ее увидите на моем канале. Чай просто обалденный. С травками. Я это очень люблю. Туртик давайте вам покажу в разрезе. Он значит вот такой. Здесь кружочки. Правда, этот кружочек я срезала. Кружочки вот такого коричневого цвета. Внутри там орешки. Кто любит Рафаэла, обязательно готовьте. Уверена, что вам понравится. Я очень надеюсь, что смогла подарить вам хоть немножечко новогоднего настроения. Если мне это удалось, то обязательно ставьте лайки. Если вам не трудно, подпишитесь на мой канал. Если вы все равно меня смотрите. Если все равно вы меня любите, пишите хорошие комментарии, что вам стоит просто подписаться. Возможно, для вас эта мелочь. Для меня безумно приятно. Всех люблю. Целую. Всем пока.